Всем добрый день, с вами канал Детекласс, я Андрей Щетников и сегодняшний наш разговор будет посвящен восприятию света. Не так давно мы пошли вечером на прогулку в воскресенье и вышли на берег Аби, уже близко к закату солнца и там я сделал вот эту фотографию. Она на самом деле даже близко не передает то, что мы увидели на самом деле. Казалось, что вода в Аби совершенно бирюзовая, невероятного цвета, я такого не видел никогда. Ну а камни внизу, вблизи, вы видите, что они стали рыжими, хотя на самом деле они серые и так они порыжели от наклонных лучей солнца. Ну ясно, что солнце светит, вот оно такое оранжевое на горизонте и камни тоже стали оранжевыми. А потом мы пошли дальше по берегу, вот как раз ту сторону, как мы здесь видим, и солнце село. И через какое-то время я сделал вторую фотографию. Вот она. И она тоже совершенно удивительная, потому что снег на ней оказался абсолютно синего цвета. Ну и спрашивается, что это такое? Это какая-то ошибка автоаппарата? Или снег на самом деле был синим? Вот сейчас мы про это с вами и поговорим. Чтобы все это объяснить, нам потребуется кое-какие сведения из физики про релеевское рассеяние света. Дело в том, что на мельчайших частицах, содержащихся в воздухе, или на флуктуациях плотности воздуха, свет рассеивается тем лучше, чем короче длина волны. И поэтому синяя часть видимого спектра рассеивается гораздо лучше, чем красная. Ну и соответственно, на закате мы видим солнце красным, красные лучи дошли до нас, свойств толщу атмосферы, все еще не рассеявшись. И ровно по той же причине небо днем мы видим синим, и даже вечером мы его видим синим. Потому что мы видим рассеянные лучи. И эти лучи в основном синие. Ну и чтобы это показать, можно сделать такой опыт. Я вот здесь в аквариум намешал молока немножко, и буду светить сквозь аквариум фонариком белого света. Когда я свечу, и вы видите фонарик на другой стороне, ну вместо белого он становится таким достаточно желтым, смещается все в красную сторону. А когда я аквариум разворачиваю и свечу лучом поперек вашего луча зрения, так что вы видите рассеянные лучи, они прямые. Ну и видно, что эти рассеянные лучи являются в основном голубыми. И здесь я должен сказать, что то, что своим глазом в этих опытах увидел я, и то, что увидели на экране вы, это совсем не одно и то же. Несмотря на мои попытки установить подходящую выдержку, изод, светопередачу, ну по разные параметры фотоаппарата. Поскольку все-таки глаз есть глаз, а фотоаппарат есть фотоаппарат, и это совсем не одно и то же. Ну и вообще говоря, наш ролик, он ведь как раз об этом, правда? Ну и теперь мы можем объяснить, почему снег на фотографии получился синим. Вот я здесь изобразил, так сказать, выпуклость земли, здесь стоим мы, а это прямые солнечные лучи. Мы уже находимся в тени, и солнца отсюда не видим. Но, тем не менее, эти прямые лучи все еще освещают верхние слои атмосферы над нами. Ну, правда, надо сказать, что пока они проходили сквозь атмосферу, их путь был длинным, и почти весь синий высадился раньше. Сюда пришло мало синего и довольно много красного, как мы уже говорили. Но синий все равно рассеивается гораздо лучше красного. Поэтому нас достигает, как бы, вот это вот остаточное рассеянное синее в основном, небо над головой, хоть и не ярко-голубое, но все еще голубоватое, день был очень ясным. Ну и поэтому именно эти синие лучи падают на снег и рассеиваются снегом. Вот в том спектре, который снег рассеял, синего все равно много, а красного мало, хотя, вообще говоря, все не ярко уже. Ну и вот это объяснение, фотоаппарат это и увидел. А здесь вам будет, естественно, спросить меня, ну как же так, ну что за ерунда? Ведь вы-то своим глазом этого синего снега не видели, правда? Ну, правда, ответить я. Ну, дело в том, что наш глаз, он устроен не так, как фотоаппарат. В глазу, как известно, есть два типа фоторецепторов, колбочки и палочки. Колбочки трех типов, ну, по принципу, красный, зеленый, синий, RGB, да? И они отвечают за цветное зрение, в основном за дневное. А в сумерках работать начинают палочки, которые цвета не различают, но зато они улавливают, как бы, их чувствительность в сто раз больше примерно, чем у колбочек. Ну, и тем самым цвет в сумерках начинает пропадать. Мы видим такую, ну, условно говоря, серую картину с небольшими какими-то цветовыми добавками. А у фотоаппарата все не так. У него в матрице три типа чувствительных элементов. И если из них тот элемент, который реагирует на синее, ну, как бы видит, что максимальная интенсивность в этой части спектра, ну, фотоаппарат нам и сообщает, что этот цвет оказался синим. Ну, конечно, можно было бы говорить, что, наверное, нужна какая-то сложная цветокоррекция, чтобы стало похоже на то, что мы видим глазом. Такую задачу тоже можно ставить. Значит, искусственно выравнивать цвета и подгонять их под наше зрение. А с другой стороны, можно сказать, ну, как интересно. Вот фотоаппарат сумел увидеть то, чего наш глаз разглядеть не может. А может быть, если присмотреться внимательно, то мы тоже что-нибудь интересное увидим. Ну, и тут надо посмотреть на то, что видят художники. Потому что их глаз острый и привык видеть и обращать внимание на такие тонкие вещи, которых мы часто не замечаем. Ну, и вот работы великого Игоря Грабаря. Давайте на них посмотрим. Вот зимнее солнце поднимается. А вот роскошные линии. А вот мартовский снег. Посмотрите, какое все синее. Ну, конечно, сейчас не март, когда небо синее такое яркое над головой, а всего лишь декабрь. Но если порассматривать снег в тени в солнечный день, то в любом случае можно кое-что усмотреть. Увидеть, что он не такой белый, как снег на солнце. Ну, и вот я поснимал вчера из своего окна прямо с рук. Было голубое небо, холодно. И видно, что снег под окном, вообще говоря, совсем не белый, а имеет голубой оттенок. Особенно, если бы сравнить с вот этим белым снегом, лежащим на подоконнике. Ну, и здесь, наверное, можно было поставить точку. Но у меня с этой прогулки остался еще один вопрос, который я хотел бы вам сейчас задать. Когда мы уже отошли от реки, порядочно темнело, и мы увидели Луну, восходящую над горизонтом и полную. И вот этим своим фотоаппаратом, ну, это, конечно, не совсем мыльница, но и ничего навороченного уж точно нет. Я сфотографировал ее с приличным зумом, с полным, практически с рук. И при этом увидел на фотографии, к своему великому изумлению, хорошо так четко проработанные моря, чего обычно не получается, когда Луну пытаешься сфотографировать. И в этот же вечер я дальше пытался ее фотографировать, и опять же с рук, и опирая руки более жестко на какую-нибудь опору. Но ничего подобного не получалось. Получалось просто белое пятно. А как у меня получилось снять той же самой техникой, на том же самом режиме авто, никак не настраивая такую Луну четкую? Ну вот, если вы ответите на этот вопрос, то это будет здорово. А ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok